Биография очень важна как для фанатов, так и для представителей музыкальной индустрии. Это твоя визитная карточка, и она должна не только рассказать факты о твоей музыкальной карьере, но и преподнести это в легком и креативном формате, чтобы заинтриговать слушателя или потенциального продюсера или представителя лейбла. Тебе нужны две версии своей биографии. Длинную версию ты загрузишь на свой сайт и на страничку на стриминговой платформе. Вместе со своими фотографиями. Вторую, короткую версию, ты будешь использовать либо на страничках, где есть лимит по количеству знаков, либо для отправки блогерам или редакторам в Spotify для добавления твоей песни в официальные плейлисты. Профессиональный совет. В идеале тебе нужно создать еще третью версию своей биографии. Она называется Elevator Pitch или Pitch в лифте. Представь, что ты оказался в лифте с важной в музыкальной индустрии персоной. Например, знаменитым продюсером. И у вас завязывается беседа. Он спрашивает, и чем ты занимаешься? Как ты опишешь свою биографию в три предложения и не дольше, чем на 30 секунд? На собственном опыте скажу, что большинство музыкантов теряется, когда их спрашиваешь, например, какую музыку они играют. Ну, что-то вроде Red Hot Chili Peppers, но больше Индия. Вообще мы с группой любим экспериментировать, поэтому каждый альбом получается разный. Это ужасный пример Elevator Pitch. Если мне захочется послушать что-то вроде Red Hot Chili Peppers, я лучше послушаю самих Red Hot Chili Peppers. А слово экспериментировать вообще звучит так, будто группа вообще не определилась в своем музыкальном выборе. Не пойми меня неправильно. Экспериментировать можно и даже нужно. Невозможно расти как артист и не менять свой стиль время от времени. Но Elevator Pitch должен отражать твое настоящее, быть кратким и уверенным, интригующим и в то же время понятным обычному человеку. Поэтому тебе нужно заранее продумать свой Elevator Pitch именно для таких ситуаций. После написания длинной и короткой версии своей биографии попробуй сократить ее до 3-4 предложений. Никогда не знаешь, когда это пригодится. Плюс ты сможешь использовать свой Elevator Pitch для рассылок через email или соцсети. Это будет краткое описание твоего проекта. Есть множество подходов к написанию биографии. Даже у самых ярких примеров успешных артистов они разные, как по структуре, так и по стилистике. Но какие элементы должны присутствовать в твоей биографии? Цитата. Например, из обзора блога или другого издания. Блоги сейчас почти никто не читает, но они добавляют тебе респекта, если пишут обзор твоей музыки. Это очень помогает не только в написании биографии, но и при пиче твоей музыке плейлистером или редактором стриминговых платформ. Хук. Или по-другому зацепка. Это твоя история как артиста, как группы, как человека. Что тебя отличает от всех остальных музыкантов? Что делает твое музыкальное путешествие особенным? Это, наверное, самая сложная часть написания своей биографии. Подумай об этом. Почитай биографии других музыкантов. Только выбери музыкантов независимого формата. В группе Radiohead уже не нужно цеплять читателя хуком. У них уже есть фанаты, которые будут читать что угодно. Даже если их биография будет в одно предложение, или наоборот, в 10 страниц. Достижения. Здесь стоит упомянуть о своих достижениях. Если играл на каком-то знаменитом фестивале, открывал концерт для более известных артистов, или участвовал в их записях. Новый проект. Здесь стоит рассказать о твоем последнем или настоящем проекте. О чем он? Расскажи историю создания своего релиза. Какую идею ты хочешь донести? Или что тебя на это сподвигло? Я понимаю, что если ты только начинаешь, то сложно написать биографию по приведенному примеру. Но это не страшно. Постепенно у тебя появятся и цитаты, и достижения. Поэтому сейчас ты можешь сконцентрироваться на себе и на своей истории. Чтобы помочь тебе начать, попробуй ответить на вопрос. Что делает тебя особенно? Что выделяет тебя из тысяч других артистов? Твоя персональность? Твой подход к написанию музыки? Какая у тебя мотивация, как у музыканта? Может быть, ты поддерживаешь какое-то движение или какую-то жизненную позицию? Может быть, ты начал писать музыку после большой перемены в жизни? Может быть, музыка помогает тебе в чем-то, и ты хочешь помочь другим через свою музыку? Узнав твою мотивацию, люди смогут проникнуться твоим творчеством и выделить тебя из толпы. А также приведи пример других знаменитых артистов, на которых похожа твоя музыка. Выбери двух или трех, и желательно описывающих отдельные элементы твоей музыки. Если ты приведешь пример артистов, которые звучат слишком похоже между собой, то у того, кому ты это рассказываешь, не возникнет любопытства, чтобы послушать именно твою музыку. Например, если ты играешь на гитаре, как Джимми Хендрикс, но поешь, как Дэмиан Райс, и любишь вставлять в музыку речитативы, то на вопрос, какую музыку ты играешь, ты можешь ответить что-то вроде «Дэмиан Райс встретил Джимми Хендрикса и вместе наслушали Сноук Дога». Я думаю, смысл ты уловил. Тебе нужно научиться рассказывать свою историю. Это нелегкая задача, и многие музыканты учатся этому годами. Но учись рассказывать свою историю, и все отдельные аспекты твоей биографии станут лишь дополнением к этой истории.